Утро доброе! Вести Карачаево и Чекесия с вами. Сегодня 25 октября. Ночью на небе было много звезд. В старину говорили, что это к хорошему урожаю в следующем году. А какая погода будет днем, узнаем из фото гидрометцентра, но чуть позже. Наш земляк Адамиркан Тамбиев на первенстве мира по самбо среди юношей продемонстрировал секреты владения рациональной техникой и силу воли, которые позволили переломить ход ведения поединка и достичь победы на родине. Чемпиона мира торжественно встретили жители родного аула и почитатели его таланта. Фатима Даурова передает живые эмоции встречающих. Тихую атмосферу осеннего пасмурного дня разбавила звонкая какофония автомобильных сигналов и звуков копыт жеребцов со всадниками в традиционных черкесках. В этой колонии в первых рядах едет человек, ради которого собрались жители не только Малого Зеленчука, но и всего Хабецкого района. Победителя первенства мира по самбо среди юношей Адамиркана Тамбиева и его наставников Каплана Братова и Магомеда Озова встречают соответственно приветственных традиций черкесского народа. Я, если честно, удивлен, можно сказать, впервые, наверное, на встречу таких молодых спортсменов и удивлен тем, как его встретили. Это большая мотивация для будущих наших детишек. Я думаю, что каждый из них с понедельника будет уже на пятой скорости тренироваться, поэтому это супер, это популяризация вида спорта, в общем, спорта. Молодцы, как бы. Это первые шаги для больших успехов. В спортивном комплексе, где Адамиркан не раз отрабатывал приемы самбо, оттачивая свое мастерство, победителя ждали те, кто лично хотел пожать ему руку. В первую очередь золотой призер первенства мира, согласно обычаям, поздоровался с аксакалами аула. Потом, как принято у черкесов, занял свое место, скромно опустив голову перед старшими. Он действительно хороший парень со всех сторон, он хороший ученик, он лечится на... Закончил школу золотую медаль, он на пример вот этих маленьких мальчишек, и как надо учиться, и как надо заниматься спортом и добиваться своих поставленных целей. Дальше уже начнется взрослый спорт, и мы в скором будущем надеемся, чтобы его видели на Олимпийском педестале. Мы очень гордимся, очень возлагаем большие надежды и ни в коем случае не сомневаемся, зная, какой он трудоволик. Адимир Кантамбьев увлекся спортом, будучи третиклассником. Тренер чемпиона Магомед Оза вспоминает, как парнишка практически с первых дней показывал желание стать лучшим и волю к победе. Его целеустремленность, трудолюбие и умение слушать тренеров выковали того, кем он стал сегодня, делится наставник. Занимался хорошо, утром вставал, рано бегал, зарядку делал, вечером не пропускал тренировки. И вот так результат со временем начал приходить, и вот так мы оказались на таком высоком уровне. На первенстве мира я боролся не только за сборную страну, я боролся за нашу республику, за нашу нацию. Мне было очень приятно думать, что меня поддерживает столько людей, и с этими мыслями я боролся на этот турнир. Много теплых слов было сказано и в адрес родителей чемпиона. Выступающие их благодарили за достойное воспитание сына, который принес славу России, малой родине и родному адыгскому народу. Фатима Даурова, Муминат Ишерова, Олег Молхожа. Вести. Карачаево-Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести. Карачаево-Черкесия. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесия.